я вам скажу еще одну вещь что страдание настоящий испытывает душа когда уже выходит из тела это болезненно может быть момент смерти до оставления тела физического это одно но это не этим не черпывается если у нас есть какая-то греховная карма мы испытаем весь ужас осознавая это после смерти уже потому что тогда душу идут по назначению а если вообще грешный человек то его к не при уходит ямадуты страшные существа и теперь должны они вести его к месту к месту наказания не наказания даже решения к месту решения его судьбы огромное расстояние нужно преодолеть примерно 80 миллионов миль даже для его тонкого тела это большое расстояние поэтому его в определенный мешок специальный специальный мешок и это расстояние быстро преодолевают а потом заставляют еще идти пешком по очень сложным там путям где то кусают то огонь обжигает еще и погоняют то есть зависит уже от количества грехов все это бага там описывается пока он достиг место судебного как бы от этого пристава где будет решаться его судьба то есть есть разные разные описания по разному можно умереть не так все просто грехи нам могут не дать перевоплотиться даже быстро если тяжкие грехи или самоубийца он не получает воплощение долгое время будет страдать в тонком теле страшно но если вы благочестивый человек или ну как в каком-то равновесии вы не совершали тяжких грехов ну полтора-два месяца вы уже в новом в новом в утробе матери переселяетесь просто получаете реакции не не в аду а в следующем воплощении какие-то страдания наслаждения там уже предопределены будут но если столько грехов что что в человеческую форму не умещаются придется в другом виде принимать реакции